Послушайте анекдот про бетахон. Рассказывает про одного лектора в университете, который с упованием и уверенностью рассказывал своим студентам о бетахоне, уповании на Творца. «Нет никого, кроме Всевышнего! Вам нечего бояться!» – кричал он. Вдруг в аудиторию вбежала большая собака и подошла к лектору. Увидев ее, он мгновенно вскочил и выпрыгнул в окно. Когда он вернулся в аудиторию, студенты спросили «Скажите, пожалуйста, вы же нас учили бетахону, а почему вы сами убежали вместо того, чтобы понадеяться на Всевышнего?» «Собака не знает, что такое бетахон!» – ответил лектор. «Есть еще один вид бетахона, который важно тренировать, когда человек принимает с благодарностью все, что Всевышний ему дает. Этот вид бетахона начинается тогда, когда человек не получает желаемое. Человек так полагался на Всевышнего и надеялся заработать 10 тысяч долларов в месяц, потратить тысяча долларов на помощь реально нуждающимся родственникам, а заработал только пять. Что ему делать? Первое чувство, которое возникает обычно в таком случае – разочарование. «Ну вот, а я-то думал, а я так надеялся!» Что говорят нам наши мудрецы? Что Всевышний просто ответил этому человеку «нет». И это тоже ответ. И это самое лучшее для него на данный момент. Более того, каждый по-настоящему верующий человек понимает, что Творец в любой момент может по той или иной причине закрыть ему доступ к его цели. Ведь у Всевышнего есть свои расчеты по отношению к нам. Естественно, только для блага каждого из нас. Поэтому эти два вида бетахонов всегда должны быть в нашем арсенале, гармонично дополняя друг друга. Я одновременно полагаюсь и надеюсь на Творца, что он даст мне то, что я желаю, и в то же время спокойно готов принять его отказ. Ведь он лучше знает, что мне нужно, и что для меня самое лучшее. Я знаю, что, как правило, Всевышний дает. Это тоже важно знать. Но также понимаю, что из каждого правила есть исключения. Это подобно визиту к врачу. Если уж человек на самом деле доверился какому-то врачу, что он сделает ему определенную прививку, то даже если человек думает, что ему нужно вколоть два различных укола, а врач ему вкалывает только один или целых три, доверяющий пациент воспримет это спокойно. Ведь врач лучше понимает, что ему нужно. Один из моих раввинов на вопрос «Как дела?» всегда отвечал «Лучше невозможно». Как-то раз я спросил его, «Раб, ты на самом деле так считаешь? А зачем тогда молиться?» И он ответил «Конечно, я так считаю. На данный момент для меня лучше невозможно. Через секунду может быть лучше. Но в данную секунду существующее положение вещей самое лучшее для меня». Давайте вдумаемся в этот ответ. В отношении того, что тебе нужно для служения Творцу или даже для материальной жизни, важно знать, «Все, что сейчас у тебя есть, сейчас – это самое лучшее для тебя». На данный момент лучше невозможно. Когда ты будешь готов к лучшему, ты его мгновенно получишь. Кстати, бетахоны, молитва – это и есть такая подготовка. В связи с этим я хочу вам рассказать одну известную тайну из Кабалы – тайного учения иудаизма. В Кабале есть два важных понятия – «Ор», что означает «свет», и «Кли», что означает «сосуд». Весь наш мир наполнен светом и сосудами, готовыми принять этот свет. Если сосуд не готов принять свет, который в него посылается, то сосуд ломается. Например, если я начну учить пятилетнего ребенка высшей математики, то он или заснет, или разозлится, или, не дай бог, сойдет с ума. В Кабале это называется термином «ломка сосудов». Точно так же и свет изобилия Творца, который проявляется в богатстве, силе, здоровье, хороших отношениях. Твой сосуд должен быть готов к этому свету. Как развивать бетахон? Об этом с Божьей помощью вы узнаете в следующем видео.